Привет всем! Сегодня я расскажу немного о платах для макетирования и так называемых создания так называемое создание проекта на коленках. Сейчас вы видите на изображениях так называемые платы breadboard. Они могут быть различных типоразмеров, также могут быть сборные с различным количеством контактных площадок. То есть вот это вот допустим плата создана с двух блоков с объединенным плюсом и минусом уже на готовом столике небольшом. Вот это вот схемка. Собственно пункты AD это у нас красный плюс синий минус по горизонту объединены вместе на всей площадке. А BC это у нас вертикаль объединены также только по вертикали. Вот собственно на них можно собирать любые проекты созданные для макетирования в основном. Но также можно собирать очень сложно если хотите заморочиться. Но нет ничего надежнее чем пайка. И мы сегодня подробнее рассмотрим о платах для макетирования более менее простых. Но с помощью пайки. То есть вот собственно что я сегодня напаял. Это довольно таки легко и просто. Не нужно травить плату специально. То есть если вам нужно создать какой-нибудь там разовый проектик или просто там что-нибудь собрать по-быстрому. Понятно для этого для того чтобы создать макетную плату вытравить ее вылудить. То есть на это уйдет довольно таки много времени. И для разовой поделки ну оно не нужно. А вешать все на провода можно запутаться. Это будет не так уже компактно. То есть ну в принципе можно заморочиться. Но как по мне так лучше сделать более-менее надежно чтобы было и просто. Вот я использовал такие вот платки для макетирования. Это была типа размером по моему 10 на 10 сантиметров. Я ее разрезал то есть под arduino nano. И собственно вот как припаять bluetooth модуль. Я просто загнул просто загнул контактные штырьки, вставил в плату и начал распаивать. То есть жало у меня довольно таки тонкое. Это паяльная станция люкей. И собственно как паять. То есть в правую руку берем олово, в левую паяльник. Можно слегка флюсом смазать плату чтобы легче шло. И просто паяльником касаемся. Ну грубо говоря нам нужно провести допустим линию. То есть мы касаемся одну точку накладываем олово и дальше проводим слегка касаемся вторую точку. Накладываем олово. То есть у нас чем больше становится олово тем скажем так оно начнет соединяться между собой вот этих вот точках. Если такой метод немного сложноват или может быть шаг точек больше, то возможно это у вас не получится. Тогда я бы рекомендовал сделать, взять тоненькую проволочку медную зачищенную. Возможно даже залудить слегка. И вот по вот этим вот точкам так же само. Аккуратненько прикасаясь паяльником уже с разогретым оловом. То есть в одну точку вы коснулись, вы припаяли эту проволочку. Там дальше пропустили может точек пять. Следующую точку. Потом ее и загнули. То есть куда хотите. То есть можно делать перемычками. Это кусочек провода. Зачищается изоляция с двух сторон. И грубо говоря запаивается в нужные точки. Но вот таким вот способом намного удобнее даже такие там более-менее простенькие и кто-то умудрялся сложные даже проекты делать вот таким способом. То есть на макетках. Вместо того чтобы травить и лудить платки. Процесс этот время немного не забирает. То есть все появится довольно таки быстро. Ну по сути это это все что я могу здесь сказать. Да и добавлю еще что пайка всегда была надежнее чем просто там штыревые соединения какие-то. Оно в первое время не покажет себя. Но в дальнейшем даже пайка дает сбой. И еще в тех вариациях где будет там возможно какая-либо вибрация. То есть это данная у меня макетка собирается для блютуз машинки. То есть там в любом случае будет вибрация. Какие-то воздействия. И только туда только пайка. То есть никаких штыревых разъемных соединений я делать не буду. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Удачи. Пока. Удачи. Удачи.